Ну вот наша трехкомнатная квартирка, которую мы приобрели по программе ЖРС. Мы очень рады этой квартире, это наша желанная, долгожданная покупка. Для Анастасии и ее большой семьи трехкомнатная квартира почти подарок. Утепленная стяжка на полу, счетчики, даже сантехника, все есть. Ждать ключей пришлось недолго, на строительство ушел всего год. Очень почему-то надеялись, верили, очень застройщик у нас, он очень хорошо себя зарекомендовал, и не было никакой долики сомнения, что дом не построится. То есть мы были уверены на 100%, что дом построится. Да, конечно, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского, но мы решили поучаствовать, решили рискнуть. Первый дом в рамках программы «Жилье для российской семьи» во Владивостоке сдан в эксплуатацию. Застройщик выдал ключи, и жильцы начали активно ремонтировать свои квартиры. Здесь довольно чисто, тепло, стены ровные, нет никаких трещин, несмотря на то, что дом выполнен из панельных блоков. Горизонтальная разводка отопления позволит самостоятельно регулировать температуру батарей в квартире. Просторный балкон от застройщиков – подарок. Несмотря на статус жилья «Эконом-класс», подобные отделки сдают многие новострои Владивостока. Между тем, жильцам обошлось их жилье в 35 тысяч рублей за квадратный метр. Это в два раза ниже рыночной стоимости. «Это панельное строительство. Во-первых, оно более низкое по цене производство, чем, допустим, тот же «Монолит». Это первое. Второе. Сами технологии строительства и отслеживание всех этапов, это логистические методы отслеживания строительства, они помогают снизить себестоимость, включая снижение затрат на флот, когда мы используем только достаточное количество работников для участия в процессах. Это очень важно». Из 192 квартир в доме по программе было предоставлено 185. Каждый договор страховался по 214-му федеральному закону на полную сумму за счет застройщика. Помимо дома по улице Нейбута-137, в микрорайоне «Зеленый угол» возводится еще два объекта. Они строятся вне программы, но все же по цене ниже среднерыночной – около 50 тысяч рублей за квадратный метр. «Говорить о марже с первого дома, я думаю, что это смехотворно, поскольку дом действительно практически, если не в ноль, то очень-очень к минимуму сведена эта маржа. И именно за счет второго и третьего домов мы уже здесь получаем какую-то свою коммерческую выгоду. А как изначально я и сказал, да, первое – это цель была именно на решение социальных вопросов. И дальше мы также будем работать в секторе эконом-жилья». Сейчас новоселы закупают шпатлевку, штукатурку, ламинат и другие отделочные материалы. Звуки работающей дрели разносятся практически на каждом этаже здания. «Мы хотим поскорее, потому что мы живем на съемном жиле, и нам нужно поскорее уже съезжать, потому что за квартиру там мы тоже платим. Мы хотим хотя бы месяца за два-полтора уже закончить этот ремонт и конец февраля-март сюда переехать. Мы будем делать самый эконом, да, это самое элементарное, там, вставить двери, да, в туалет, ванну, стены, обработать стены, там, поклеить обои, положить пол и все». Напомним, по Владивостоке возводится еще пять домов в комплексе Д микрорайона «Снеговая падь». Несмотря на то, что сроки сдачи объектов уже прошли, дома не готовы. Лишь после вмешательства главы региона Андрея Терасенко строительство комплекса Д возобновляется. «Мы восстанавливаем это все строительство, и до конца года мы его сдадим. И вот сегодня? С следующего года. Сейчас будет жесткий контроль с нашей стороны по всем деньгам, которые будут к ним приходить. И по качеству стройки будет вопрос тоже. Поэтому мы вот этот вопрос все урегулировали, и до конца года, я думаю, мы с вами там вместе разрежем клеточку». В 2018 году в краевом бюджете на подведение коммуникации к этим домам запланировано более 600 миллионов рублей. Последние объекты планируется достроить в первом квартале 2019 года. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.